МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите ЛАСНАМИ АЛАЙФ и сегодня мы расскажем об уникальном проекте в сфере здравоохранения, который призван решить многие проблемы с доступностью медицинской помощи в ЛАСНАМИ. О развитии сотрудничества нашего района и города Марду. В планах как спортивные и культурные мероприятия, так и организация летнего досуга. Как жильцы квартала муниципальных домов Радику-8 наводили порядок и красоту, а также знакомились друг с другом поближе на празднике, устроенном специально с этой целью. В четверг 26 мая старейшина ЛАСНАМИА Мария Юферева со своими заместителями Янусом Риби и Оксаной Ялокос приняли участие в церемонии закладки краеугольного камня, строящегося в ЛАСНАМИА на ЛИННАМИА Т3 «Дома здоровья». Среди услуг, которыми можно будет воспользоваться в учреждении, прием семейных и профильных врачей, услуги восстановительного лечения с бассейном, амбулаторная хирургия, всевозможные анализы, а также спортивный клуб, аптека и магазин. И для жителей ЛАСНАМИА, да я бы сказала и Пирита тоже, и Козы, это на самом деле огромное приобретение, потому что отныне людям не нужно будет метаться между разными врачами и разными зданиями, а можно все медицинские услуги получить в одном центре. И кроме того, очень важно и то, что врачи будут принимать в более современных, удобных и функциональных условиях, что, конечно, понравится и врачам, и пациентам. По словам исполнительного директора предприятия Игоря Мельдера, речь идет о первом в Эстонии случае стопроцентного финансирования строительства здания с общественными функциями за счет частных средств. Общий, скажем так, объем застройки будет 9,5 тысяч метров, из них половина будет поликлиника, где мы объединим семейных врачей, специализированных врачей, реабилитацию, анализы. Вторая часть комплекса будет продуктовый магазин на 2000 квадратных метров, и третья часть будет спортивный зал для всех людей, которые хотят заниматься спортом. На сегодняшний день общая стоимость нашего проекта плюс-минус 10 миллионов евро. Строительство дома здоровья властными началось в марте текущего и завершится в феврале следующего года. Городским вкладом в проект станет строительство автобусной остановки и дорожной развязки на данном участке. Одним из наиболее активных направлений деятельности управы нашей части города этой весной стало развитие внешних связей. В прошлом выпуске мы рассказывали о визите в Санкт-Петербург и о планах продолжения дружбы с зарубежными партнерами. Но укреплять партнерство следует и внутри нашей страны, особенно если речь идет о таких близких соседях, как Лас-Намяя и Марду. Целью визита в этот город старейшины Лас-Намяя Марии Юфиревой было как знакомство с Марду и новыми городскими властями, так и обсуждение возможных совместных проектов. Для нас очень важны обмены в плане благоустройства, потому что Марду издавна ценится и славится своими чистыми улицами, чистыми парками, поэтому в этом направлении мы непременно будем работать. И, разумеется, развитие культурных и, возможно, каких-то социальных проектов, так что точки соприкосновения есть. Многие жители и Лас-Намяя, и Марду еще помнят времена, когда эти административные единицы составляли один морской район столицы. Впрочем, Марду независимо уже свыше 20 лет и обратно в объятия Таллина не стремится. Конечно же, исторические связи у нас существуют, народ у нас похож по составу, и у нас очень много интересных и общих проектов, особенно вы и в Сенсионе. Очень рад был познакомиться с разрешенной Лас-Намяя Марией Юфировой, которая очень интересный собеседник, грамотная руководительница. Одним из наиболее привлекательных для жителей Марду и Лас-Намяя совместных проектов может стать объединение усилий по развитию пляжной зоны у озера Марду, которая летом пользуется большой популярностью среди лас-намяистов. 28 мая в жилом районе по адресу улицы Радику-8 состоялось праздничное мероприятие, организованное фирмой Радику-Аренду-Зе-УЮ, владеющей и обслуживающей данный квартал, в сотрудничестве с управой Лас-Намяя. Микрорайон Радику-8 состоит из почти 30 муниципальных домов и является домом для 3000 таллинцев. Целью новых владельцев недвижимости, которые приобрели квартал летом 2015 года, было представить себя и предложить жильцам возможность совместного проведения досуга. Девиз праздника – давайте знакомиться. Идея провести такое мероприятие родилась у нас в процессе обсуждений с руководством части города, которая предложила совместить весеннюю уборку, работы по благоустройству и вот такой семейный праздник, где можно поближе познакомиться с соседями, пообщаться с ними на позитивные темы. И судя по отзывам людей, им наша идея понравилась. И как знать, если они и сами проявят инициативу, то такие акции можно было бы проводить регулярно. Наиболее насущной проблемой муниципальных домов является неподобающее отношение некоторых, особенно не слишком взрослых жильцов, к окружающему их пространству. На Радику-8, увы, нередки случаи вандализма и другого мелкого хулиганства. Именно поэтому было решено провести такую акцию, которая сблизила бы и познакомила жильцов между собой, а также продемонстрировала бы им, что в порядке и красоте заинтересованы и владельцы недвижимости. Играем в мячик там на поле, помогаем бездомным, там воду относим и так далее. Всякое такое. Ну, секретную информацию говорить не буду. Вот эти мальчики меня учат кататься на самокате. Этот мой лучший друг. Этот делится с некоторыми вещами. Я живу в районе Радику, и всем хочу сказать, что мне здесь очень нравится. Здесь у меня много хороших друзей, здесь интересно. А в будущем я бы хотел стать главным начальником нашего квартала. Я бы тогда сделал его еще лучше. Это очень хорошо, очень хорошо. Желательно, чтобы это было почаще. Весной и осенью. Два раза примерно в год. Я еще хочу обратить внимание на то, чтобы взрослые немножко получше обращали внимание, чем занимаются их дети. Чтоб не ломали кусты, деревья. Ну, траву вытаптывать тут уже нечего сказать. А так в основном очень хорошо. Очень хорошо. Что начинаются такие мероприятия. Желательно, чтобы почаще. Все участники субботника на Радику получили памятные сувениры и угощения. Здесь была возможность поближе познакомиться как между собой, так и с представителями фирмы-девелопера, встретиться с руководителями города и района Ласнами. Для детей проводились игры, работал батут, различные мастерские. Изюминкой мероприятия стал курс игры на африканских барабанах от Рейго Ахвина, в котором могли принять участие все желающие. Более того, после обучения родилась новая музыкальная группа, давшая тут же небольшой концерт. Речь идет о первой подобной инициативе в квартале муниципальных домов. В планах периодическое проведение таких мероприятий в будущем. Как вы видите, праздник в самом разгаре. Тут много детей, для них открыт батут. Скоро выступят музыканты, все вместе весело и хорошо отдыхать после совместной работы. Напомню, что эти квартиры были построены городом для того, чтобы обеспечить доступным жильем тех жителей, которые в этом нуждаются. И город также будет и дальше заботиться о жителях этого квартала. Телекоммуникационная компания «Старман» активно участвует в жизни района Ласнамея. Для всех своих абонентов «Старман» без увеличения абонентной платы включил в свою сетку телеканалов лучший развлекательный канал на русском языке «ТНТ». Для жителей Ласнамея телеканал «ТНТ» доступен во всех домах, которые покрыты сетью «Старман». Кстати сказать, осенью прошлого года мы открыли представительство в Ласнамея «Центрум». И если вы хотите подключиться к нашей сети, приходите в Ласнамея «Центрум», и мы поможем вам это сделать. Тема с каналом «ТНТ» не новая. До начала прошлого года «Старман», как и другие операторы, предлагал канал «ТНТ Камеди», который потом прекратил свое вещание в Прибалтике по решению самого канала. После длительных переговоров с 18 мая этого года канал «ТНТ» стал доступен для всех клиентов Диги-ТВ «Старман». Но пока что «Старман» получил эксклюзивное, подчеркиваю, эксклюзивное право на трансляцию телеканала «ТНТ» на территории Эстонии. Сейчас канал доступен только в сети «Старман». «ТНТ» — лидер в развлекательном жанре. Это развлекательный телеканал для молодежи. Именно здесь рождаются главные комедийные телехиты. Дополнительно передачи телеканала «ТНТ» можно смотреть с услугой «Машина времени». С нашей услугой «Машина времени» можно просматривать любимые передачи в течение восьми дней после выхода в эфир. А если вы планируете отпуск или же надолго уезжаете из дома, а хотите посмотреть свой любимый сериал, то с услугой «Запись» можно поставить целый сезон, допустим, на запись опять-таки. И когда ваш отпуск закончится, приехать и спокойно посмотреть любимые передачи. А услуга «ТВ Эвриве» позволит смотреть прямые трансляции с планшета в любом уголке Эстонии. Этим летом «ТВ Эвриве» особенно актуальна для мужчин, которые любят проводить время на природе, на пикнике или же на даче, потому что совсем скоро стартует чемпионат Европы по футболу. В августе пройдут Олимпийские игры. С услугой «ТВ Эвриве» вы можете в своем планшете, или телефоне, или же обычном компьютере смотреть любимый матч прямо на даче. В этом году для самых азартных болельщиков мы запускаем портал футбольных прогнозов, посвященный чемпионату Европы по футболу, где можно будет делать прогнозы на матчи, объединяться в группы, соревноваться с другими пользователями и выигрывать призы. Сейчас у нас действует кампания. Можно попробовать все услуги «Старман» до конца следующего месяца абсолютно бесплатно. Уважаемые жители Лоснамяя, этим летом «Старман» предлагает широкий выбор телеразвлечений. Подключайтесь, будет интересно. Внимание, друзья! В начале июня в Центре культуры «Линда Киви» пройдет сразу несколько интересных мероприятий и концертов, которые могут посетить все желающие совершенно бесплатно. Подробности на интернет-странице www.lindakiwi.e В субботу, 4 июня, там же в Линда Киви концерт воспитанников творческого центра «Аплаус» начало в 12 часов. А в воскресенье, 5 июня, участники ансамбля «Терек» приглашают всех на юбилейный концерт «Жизнь, как в кино» начало в 17 часов. Русский молодежный театр приглашает всех на летние спектакли в Ботаническом саду. Они проходят каждые выходные дни в течение июня. Более подробная афиша на интернет-странице vnt.ee или в Фейсбуке. Субтитры подогнал «Симон»!